здравствуйте это площадь свободы и руслан тотров за событиями в центре цхинвала и гуманистическим кризисом южной осетии как-то в тени остаются очень важные политические процессы в стране в парламенте правительстве и даже вокруг конституции вот именно них мы и будем говорить сегодня прямо здесь на площади свободы ну а начнем давайте с южно-осетинской парламентской дилеммы короткая предыстория конец августа прошлого года считанные часы прошли с момента жестокого убийства инала джабиева цхинвальскими милиционерами 17 депутатов парламента государства алания выступают с открытым письмом тон народных избранников просто не оставляет шансов для двойной трактовки это ультиматум смотрите что они говорят мы ниже подписавшиеся депутаты заявляем о приостановлении работы парламента до тех пор пока президент южной осетии не удовлетворит требования народа о немедленной отставки генерального прокурора урузмага джагаева что это означает на практике для главного законодательного органа страны но фактически паралич потому что смотрите 17 депутатов из 34 это означает что уже точно не собрать кворум а значит невозможно провести нормально сессии невозможно проголосовать принять закон рассмотреть проект бюджета или например одобрить кандидатуру нового председателя правительства вот к бюджету и к премьер-министру мы естественно с вами сегодня еще вернемся пока давайте поговорим о том что происходит в парламенте южной осетии прямо здесь и сейчас и да друзья я совершенно настаиваю на формулировке частичный паралич потому что оппозиционные депутаты продолжают свою каждодневную работу они не участвуют только лишь в сессиях и вот сейчас когда мы записываем этот выпуск прямо сейчас пришла совершенно восхитительная новость из цхинвала новость имени председателя парламента алана татаева и его заместителя петра гасиева я просто на всякий случай напомню что они оба являются членами провластной фракции единой осетии так вот эти господа заявили что своим волевым решением приостанавливают выплату зарплат депутатам до тех пор пока те не соизволят снова появиться в зале заседания южно-осетинского парламента это совершенно фантасмагоричное известие мне интересно каким образом татаев и гасиев будут объяснять свое решение например трудовой инспекции или тем паче суду ну а возвращаясь к депутатскому демаршу я просто хочу вам напомнить что когда мы очень подробно говорили об этом с лидером фракции на х с давидом санакуевым он несколько раз прямо подчеркнул руслан это крайняя мера на которую мы просто вынуждены были пойти вот этот шаг он на самом деле он вынужденный когда мы увидели что президент не идет навстречу желанию скажем так вот но митингующих желанию народа он не идет навстречу требованиям парламента который представляет этот народ то есть и он выбирает такую жесткую жесткая скажем так режим жесткого противостояния у нас единственный законный способ чтобы не было никаких скажем так нарушений с нашей стороны мы выбираем единственный возможно на данный момент вариант это блоки за заблокировать работу парламента ну как видите диспозиция вполне ясные депутаты требуют немедленного увольнения генерального прокурора и министра внутренних дел а также гарантий абсолютно справедливого и непредвзятого расследования убийства инала джабиева ну а президент анатолий бибилов в свою очередь решил видимо идти до конца и пуще прежнего стоять горой за урузмага джагаева и вот за этими распрями как-то очень незаметно пролетели несколько месяцев закончился календарный год и отчетливо подвис в воздухе вопрос принятия нового бюджета я ведь вам уже рассказывал как власти государства алания пытались представить ситуацию таким образом что непринятый главный финансовый документ страны просто останавливал якобы процесс выплат зарплат и пенсии бедным людям и дескать инфернальные депутаты отступники тому вино и теперь жители северной осетии фактически останутся без средств существования говорил я уже и о том что это ну мягко выражаясь натуральный обман собственного населения и вот чуть чуть попозже сегодня мы обязательно с вами вернемся к этой теме я подробно но очень коротко объясню почему все не так позвольте мне пока окончательно разобраться с парламентской сагой вот когда президент понял что никакие уговоры не помогут и депутаты не вернуться в зал до тех пор пока не закончится генпрокурорская карьера урузмага джагаева он пользуясь терминологией наверняка горячо любимого им старого советского кино пошел в последний и решительный штурм анатолий бибилов начинает раз за разом созывать или цитируя самого президента требовать экстренные сессии парламента но и тут не прорвало оппозиционные депутаты все равно не пришли как говорили сами народные избранники они прекрасно понимали стоило им только переступить порог зала заседаний как спикер татаев моментально объявил бы акворуме началось бы голосование и все на этом акцию протеста можно было бы официально считать закончены они не пришли но пришел президент и не просто пришел а разразился гневной отповедью случая отсутствие этих депутатов я без сомнения зачитаю свое обращение и буду оставлять за собой право действовать по тому обращению к народу испублики южной осетии которая соответственно будет со стороны президента обращение о котором говорит анатолий бибилов это его грядущее послание к народу южной осетии в котором президент собирается но ни много ни мало фактически объявить о распуске парламента я уже очень скоро вам объясню почему такой фокус просто не может пройти а пока закончу с противостоянием главы государства и депутатов в конце прошлой недели в цхинвал приехала российская парламентская делегация во главе с константином косачёвым председателем комиссии совета федерации по международным делам делегация действительно представительные даже где-то колоритные в ее составе например казбек тайсаев это всемирно признанный эксперт по северокорейскому коммунизму и прочим братским народом я знаю что южно-осетинская власть связывала очень большие надежды с приездом высоких столичных гостей расчет там был очень прост но не смогут эти поганцы оппозиционные депутаты не прийти в зал заседаний когда там будут российские парламентарии а значит мы тут же устроим полноценную сессию с тем самым кворумом и голосованием по бюджету на 2021 год но что-то пошло не так да стоические ренегаты оппозиционеры в зале появились но только после того как получили гарантии от своих российских коллег речь пойдет исключительно о межпарламентском сотрудничестве и никакие локальные южно-осетинские вопросы затрагиваться просто не будут фактически константин косачева компания послали официальному цхинвалу четкий сигнал мы никоим образом не намерены вмешиваться во внутренние процессы страны союзника где у каждого участника дискуссии есть законное право на собственную точку зрения и вообще здесь надо отдать должное недюжинному политесу российской делегации политесу который как раз и стал гарантией того что оппозиционных депутатов не заманят в зал заседаний под благовидным предлогом таким образом как мне представляется действие столичных парламентариев очень недвусмысленно транслируют позицию официальной москвы то что происходит в цхинвале это ваше внутреннее дело и вам самим с ним разбираться никакой длинной карающей московской длани о которой так любят высокопарно рассуждать разномастные пикейные жилеты в этом случае попросту нет а вот теперь давайте вернемся к давлению президента южной осетии на депутатов ведь анатолий бибилов не только попенял последним за неявки но и вообще угрожал процессуальной карой вся ответственность на сегодняшний день лежит именно на тех 14 депутатах которые не выходят на сессии парламента республики южная сеть если в механизме государства какая-то запчасть скажем так извините за такой термин не работает то его надо менять если есть такая ситуация что из-за части депутатов народ лишается своих прав то надо принимать какие-то решения если вы вдруг не до конца прочувствовали президентскую иносказательность я безусловно помогу с интерпретацией деталь механизма которая вышла из строя и которую надо заменить по анатолию бибилову это блок оппозиционных депутатов и президент фактически угрожает расформировать главный законодательный орган страны это довольно наивная позиция потому что существует но практически непреодолимый процедурный барьер том самом разговоре с лидером фракции ныха с давидом санакуевым мы и об этом говорили очень подробно пришла пора напомнить вам о чем же идет речь чтобы распустить парламент необходимо чтобы он занимался работой против конституционного строя нашего государства и чтобы вот эту работу чтобы деятельность подтвердил конституционный суд которого нет которого у нас нет чтобы мы высказали недоверие президенту необходимо чтобы он занимался тоже вот антиконституционными там действиями еще рядом значит нарушений это подтвердил конституционный верховный суд и его решение подтвердил конституционного которого нет которого нет и поэтому мы находимся в таком в таком скажем подвешенном состоянии по моему исчерпывающе но смысловой многогранности ради я должен вам сказать что чисто теоретически конечно существует возможность разгона простите уж мне эту революционную терминологию парламента вот если все представители единой осетии этой провластной фракции вдруг одномоментно сдадут свои мандаты то все автоматически не будет набираться к вору и тогда действительно встанет вопрос о распуске главного законодательного органа там правда не очень однозначная процедура но давайте уже академического просто интереса ради допустим что хорошо все парламент распускается к чертовой матери и назначаются новые выборы однако возникают два резонных вопроса первый а на какие деньги будут эти выборы проводиться здесь у нас бюджет уже несколько месяцев принять не могут это означает что нет ровным счетом никакой возможности выделить государственные средства для проведения всего вот этого электорального процесса и тут же вопрос второй а та самая фракция единая осетия она что всерьез рассчитывает набрать хотя бы столько же голосов избирателей как в прошлый раз они что правда думают что случись сейчас новые выборы они получат но вот как минимум столько же мандатов в парламенте но не смешите учитывая все что происходит сейчас вокруг единой осетии на успех этой партии было бы опрометчивым даже ломаный грош поставить ну а вот нахимичить допустим в день выборов как многие из вас подумали бы уже не получится просто потому что народ осетии этого не допустит в общем резюмируя эту парламентскую сагу я полагаю что оппозиционные депутаты так и продолжат стоять на своем до конца власть будет время от времени сыпать более менее умеренными угрозами измениться статус-кво может через пару месяцев когда истечет срок полномочий генерального прокурора урузмага джагаева но вот в какую сторону измениться спросите вы хороший вопрос теперь давайте о зарплатах и пенсиях потому что я уверен вы ждете этой темы темы в которую власть южной осетии вцепилась ну вот словно ловкий клещ в неповоротливую собаку дескать такие сякие поганцы эти оппозиционные депутаты именно из-за них наш народ никак не может получить свое кровно заработанное президент бибилов прямо говорит я не могу допустить чтобы люди не получали то что им полагается по закону зарплаты пенсии и другие выплаты я допускаю распуск парламента потому что нельзя лишать народ того что он заслуживает и после этого анатолий бибилов вообще идет ва-банк как ему кажется наверное и утверждает что жители южной осетии до сих пор не получили пенсии за январь довожу до присутствующих и двоих депутатов тоже наши пенсионеры за январь месяц не смогут получать свои пенсии поймите наконец услышали анатолия бибилова да но дело в том что январские пенсии люди южной осетии получили задолго до того как президент сообщил о том что они не смогут их получить простите мне великодушно такую словесную эквилибристику но истинно дороже январские пенсии были выплачены еще в декабре об этом например прямо говорится в заявлении официальном подчеркну заявление партии ныхаз вот смотрите пенсии за январь пенсионеры получили вместе с декабрьской пенсии и зарплаты это защищенные статьи каждый получит свою зарплату независимо от того принят бюджет или нет еще раз речь идет о так называемых защищенных статьях бюджета государства алании я много раз уже вам рассказывал о том что это такое и поверьте мне не сложно прямо сейчас ультра коротко напомнить об этом феномене и так по закону о бюджетном планировании устройстве если бюджет на текущий год по какой-либо причине неважно какой не принят вовремя то главный распорядитель всех финансов в стране в нашем случае это министерство финансов просто направляет каждый месяц одну двенадцатую часть годового бюджета в соответствующие министерства и ведомства то есть на практике в январе 2021 министерства и ведомства получили такую же сумму которая у них была в январе 20 феврале 21 они получат денежных ассигнований ровно на ту же сумму что и в феврале 20 и так до тех пор пока главный финансовый документ страны не будет принят ну а чтобы друзья мои вы окончательно убедились что в моих словах нет не толик и выдумки я хочу пригласить на помощь знаете кого анатолия бибилова действительно анатолия бибилова только образца с самого начала 2017 года когда нынешний президент еще был спикером парламента и точно так же как оппозиционные депутаты сегодня противился принятию бюджета на текущий год смотрите что господин бибилов говорит ровно четыре года назад не позволительно правительству не выделять деньги на те статьи которые вы сказали бюджет у нас принимается на один год и есть 1 12 часть каждого месяца которые никто не имеет права не выделять в том числе и зарплату когда нам говорят что людям зарплату не выдают не выдадут или прочее прочее кто может позволить не выдать зарплату бюджетникам кто может позволить не выдать 1 12 часть финансовых средств которые выделяются главным распорядителем бюджетных средств министерством ведомством комитетом никто не имеет права каждый человек получит должен и обязан получать по закону должен и обязан получать свою зарплату ну что теперь поверили окончательно слушайте если бы этого видео из 2017 не существовало в природе честное слово его обязательно нужно было бы снять хотя бы для того чтобы здесь и сейчас в 2021 я мог очень гордо сказать друзья я вообще не критикую более того я говорю ровным счетом о том же самом о чем заявлял сам спикер бибилов четыре года назад и мы с ним оба прекрасно знаем что такое защищенные статьи бюджета ну и напоследок по теме простите я сейчас немного углублюсь в детали но это совершенно необходимо да в южной осетии есть серьезные пробелы в законе об основах бюджетного процесса и бюджетного устройства еще в южной осетии вообще нет своего бюджетного кодекса и в этой связи депутаты уже довольно долгое время говорят послушайте а давайте просто применим российские нормы потому что у нас аж с 93 года действует постановление верховного совета об аналогии с законодательством российской федерации и это постановление позволяет просто применить российский бюджетный кодекс в котором очень четко прописано то как надо распоряжаться бюджетами разных уровней в том числе пенсионным и все проблема решена это отличное решение если просто взять и отбросить властную гордыню тем временем южная осетия уже давным-давно переступила порог настоящего политического коллапса только вдумайтесь три с половиной месяца назад истек предельный срок полномочий исполняющего обязанности председателя правительства геннадия бекоева что будет дальше совершенно непонятно впереди только густой туман неясности напомню что 29 августа то есть на следующий день после жестокого убийства инала джабиева документально оформляется отставка премьер-министра эрика пухаева ну кстати не только пухаева но и вообще всего его кабмина запомните эту дату 29 августа практически тут же президент бибилов подписывает распоряжение о том что временно исполняющим обязанности председателя правительства назначается бывший вице-премьер геннадий бекоев но для того чтобы он стал премьер-министром на постоянной основе необходимо голосование в парламенте а оно невозможно потому что к этому времени мы с вами уже становимся свидетелями того самого депутатского демарша более того народные избранники открыто говорят да даже если мы бы не подписали то письмо и находились в зале заседаний мы никогда не поддержали бы кандидатуру бекоева по одной например простой причине он нарушал закон совмещая обязанности государственного служащего с коммерческой работой в компании газпром южная осетия бекоев геннадий борисович также является генеральным директором коммерческой структуры газпром южной осетии и у нас не зампредседателя правительства они председатель правительства не министры не имеют права заниматься коммерческой деятельностью возглавлять или принимать участие вот в таких вот проектах коммерческих проектах в качестве лиц которые обладают правом подписи на сегодня несмотря на то что мы вот в таком вот скажем так правом хаосе он еще более усугубляет этот хаос то есть складывается патовая ситуация и вот здесь внимание потому что мы с вами подходим к самому интересному с одной стороны есть конституция южной осетии в которой четко написано что председателя правительства назначает президент согласие парламента но с другой существует так называемый конституционный закон о правительстве в котором написано что упрощая немного для вас формулировку которую вы в любом случае сейчас видите на экране президент страны вправе предложить кандидатуру одного из бывших вице-премьеров на должность исполняющего обязанности премьер-министра но на срок не более двух месяцев подчеркиваю на срок не более двух месяцев и тут же отсылаю вас обратно к дате которую просил запомнить 29 августа день когда геннадий бекой стал временно исполняющим обязанности то есть три с половиной месяца назад вот здесь кроется то самое неразрешимое противоречие с одной стороны конституция никак не ограничивает анатолия бибилова в сроках представления кандидатуры на пост премьера но с другой конституционный закон прямо говорит исполняющий обязанности не может исполнять эти обязанности более чем два месяца а что дальше спросите вы а я отвечу дальше полная неопределенность потому что единственный орган который мог бы вмешаться и разрешить эту ситуацию это конституционный суд южной осетии но мы с вами уже выяснили сегодня что его в государстве алания попросту нет девятнадцатый год с 2002 года не могут сформировать к с по причине того что дескать в стране не хватает квалифицированных конституционных судей по моему это совершенно смехотворная какая-то отговорка и таким образом по факту уже несколько месяцев в южной осетии отсутствует легитимная исполнительная власть а учитывая что и законодательный ну фактически нет можно смело говорить о том что страна уверенно и с головой погружается в беспросветную пучину безвремени но и это не все заединщики анатолия бибилова запустили тут внезапно в публичное пространство эдакий пробный шар устами исполняющего обязанности министра иностранных дел дмитрия медуева они внезапно заговорили о полноценной конституционной реформе реформе которая например увеличивает президентский срок с 5 до 7 лет а кроме того отменяет институт прямых выборов главы государства и переводит все на северо-осетинские рельсы где первое лицо избирается депутатами парламента и вот это они на голубом глазу пытаются скормить и без того несчастной публике понимаете а знаете как аргументирует необходимость таких радикальных перемен автор статьи дмитрий медуев он говорит мы это делаем с целью упрощения процедуры избрания главы государства и полного исключения различных побочных эксцессов связанных с организацией и ходом выборного процесса и право дела я даже не знаю как комментировать то что мы все только что услышали без применения и без вкрапления обсценной лексики исключение побочных причем побочных в кавычках для пущей важности процессов и эксцессов ох уж этот язык профессиональных политиков и дипломатов и в то же самое время глава государства продолжает свою проверенную публичную мантру о могучих третьих силах информационных атаках злодеев извне и прочих как у них принято выражаться дестабилизирующих факторов просто послушайте что он говорит городу и миру главная задача которую ставит сегодня в фейки в соцсетях и деструктивные силы обесчеловечивание руководства республики это делается с целью расшатать ситуацию кто-то стремится к власти мы видим попытки внешнего дистанционного вмешательства господи боже мой вы знаете у меня стойкое ощущение дежавю потому что ровно те же самые реляции я уже слышал от северо осетинских коллег господина бибилова добрых 20 лет назад расшатать расколоть дестабилизировать мне всегда казалось что в какой-то момент эти государственные мужи настолько проникаются самой идеи что начинают свято в нее верить от того речь их становится все более пронзительными вот просто посмотрите мы все из народа мы все представители народа начиная от президента и заканчивая каждым гражданином республики южной осетии нет нас должна отделить нас должны сделать что никакого отношения там правительство не имеет общего ничего не имеет общего с народом что у них своя тема у народа своя тема вот это разграничение раскол это без сомнения на руку тем людям которые с одной стороны пытаются дорваться до власти хотите дорваться власти туда могу сказать хотите дорваться до власти подождите выборов и выбирайтесь понятно и ясно как божий день что президент бибилов опять имеет в виду своих заклятых антагонистов оппозиционных депутатов парламента их сейчас вообще очень удобно обвинить ну вот во всех просто смертных грехах протесте на площади непринятие бюджета вот тех самых информационных атаках извне вообще во всем это очень удобно но удобно для власти не для здравого смысла я просто хочу вам напомнить что отнюдь не депутаты вывели людей на улице смирала нет не депутаты а фактически исполнительная власть и силовики силовики которые начали пытать и убивать мирных людей президент южной осетии во всеуслышание говорит о непредвзятым и справедливом расследовании казни инала джабиева а на деле мы получаем позорную экспертизу министерства обороны из которой следует что молодой человек умер от абстинентного синдрома переводя это на понятный нам с вами язык от того что резко перестал принимать наркотические препараты понимаете ну и кто скажите мне на милость кто после этого раскалывает общество люди депутаты а может быть власть которая хотя и декларирует свою безусловную принадлежность к народу тем не менее давным-давно успешно от этого самого народа отгородилась высоченными заборами и нефритовыми башнями власть которая слишком сильно поверила в собственную вседозволенность я оставляю вас наедине с этими да не самыми веселыми мыслями но уже очень скоро мы встретимся прямо здесь на площади свободы счастлива